Рекомендую тоже. Моми йод проекти две недели, а потом проекти там пользу свою неделю. Моми йод, вот, есть, я взяла последний раз алгайское моми йод такое хорошее, действительно, оно в баночках и оно прям такое вот живое. И вот эту вот баночку всю вмешаю на двухлитровую воду. По столовой ложке, все, что, столовая ложка, полстакана воды, не кипятка, из термопода наливаю, то есть там это около 90 градусов. Вот в этом умеем, размешиваю, и туда чайная ложка мёда. По вкусу, мёд, вот тут очень важно, чтобы мёд вы должны всегда выбирать, который вам, вот, вам нравится. Потому что, вот, кто-то говорит, ой, я мёд не люблю. Ну, значит, вы пробовали мёд, который вам не подходит. Вот я терпеть не могу мёд подсолнечника, у меня сразу болит желудок. Ну, я тащусь просто, сейчас, черноклёв, вообще. Вот, вообще, прям, сюда я от него тащусь. И очень люблю акацию, лёгкая такая, нервная такая. Поэтому, вы выбираете себе, что, и ещё, так вот, детей тоже. А, давай мы попробуем мёд. Я всё так, как разлил, тут стоит на столе, но тут каждая древяшечка туда этого будет. Да, обязательно вы берёте прям эту спиченку, ну, это, зубочистку, туда и пробуйте. И вот послевкусие тоже очень влажный. Потом выбираете, какой вам мёд нужен. Я такое использовала всегда, даже когда занималась медовым лечением и всякими на столе эти медодёрки, обматывания и всё прочее. Я всегда клиенту давала на пробу, какой он хочет мёд, и поэтому телу это принимала. Если делаешь другим мёдом, процесс, кстати, процессами, наверное, тоже делаешь мёдом. Вот, если есть другой мёд, который он не выбрал, может получиться так, ё-моё, ничего никак не получается. Оно просто всё растекается и вообще выплёвывает. Вот, поэтому тут рекомендую всегда давать пробовать этот мёд. Медодёрку супер-пупер, но болезненно. Кто может выдержать, конечно, очень даже здоровый медодёрку. По-другому даже не называю это медовое лечение. Да, дёрка! Больно. Массаж? Ну, там не массаж. Вот, и, короче, это с мумиё. И за это время вы можете, как раз если у кого нет прополиса, я всё равно доверяю своим рукам то, что я делаю. Вот. И сейчас как раз ещё сезон, когда вы можете где-то найти прополис. Вот такой вот прополис, такая штучка. Вот, как у вас пальчики сжимаете, да, вот, вот такую фигуринку. Обычайно, они кругленькие. Может быть, несколько там, да, маленьких вот такусеньких, но несколько. Ну, поинтересуйтесь у кого-то, чтобы это вот свежее. Если у кого-то есть прошлогоднее, не бойтесь, вам это дешевле дадут. Прополис никогда не портится. Поэтому, когда, говорят, ой, прошлогоднее нет, мне вот свежее. Просто свежее сейчас будет сложнее делать, он там сложно натирается. А прошлогоднее его уже легче. Он уже подсох, лишняя влага оттуда вышла. Поэтому, если прошлогоднее, то можно сразу натереть. А если свежее, то вы кладете его сначала в морозилку, в морозилку. И, ну, часа, не знаю, там, через два, через три, вы можете, он уже так промерзнется хорошо. Берете терку, которая, вот, есть мелкая, да, яблочко натираем, есть средненькая морковочка, да, есть крупненькая для свеклы. Вот, которая средняя для морковочки, вы так натираете. Замороженный прополис вот так вот натрется. Но он у вас, если он бывает так прям очень такой хороший, свежемягкий, вот, то он прям может даже еще остаться на этой, на железочке, на решетке, да. Вот, и вот это вот, вот это вот. Вы скидываете в литровую банку, в литровую бутылку, заливаете, обычно заливают еще спиртом. Я не заливаю спиртом, я заливаю водкой. И далее, если не в лом, то каждый день берете эту бутылочку и тресете. 108 раз. Значит, это то же самое, это вот раньше, так как это цифры там, с присказками, с присказками говорили. Но это же количество раз для приготовления аюровидических определенных используется. Это в гомеопатии потом, точно так же, это же я услышала, когда гомеопатию в девяносто первом году, проходила курс гомеопат обучения. Вот, то есть оно действительно так везде, и вот оно не просто так родилось, оно с веков там вот тут. Вот можно догадываться почему, но догадывается, придумывается, на самом деле никто ничего не знает. Вот, эмпирически когда-то нашли, да, и вот эмпирически вот именно так. Поэтому вы каждый день бутылочку вот встряхиваете, и пока вы пьете мумиё, у вас как раз будет готово встряхнуть и поставили ее в темное место. И у вас за эти две недели очень быстро приготовится этот прополисный раствор. Вот, и далее точно так же прополис со столовой ложечкой этого прополиса, по этим самым, по стаканчикам. Туда пятьки воду вот эту, не кипящую, а такую, но горячую. Значит, и мед. Каждый выбирает себе тоже, кому сладкое, кому поменьше, кому побольше. Это уже вы так индивидуально выбираете. И, значит, очень хорошие все рекламы, всякое лабудим в интернете по поводу вообще всех лечений. Я очень большой скептик. Почему? Потому что вот всех этих рекомендаций, то масло можно, то масло нельзя, то морковку можно, то что ни в коем случае. Там, да, вот все у нас так это. Кому что выгодно, тот и говорит. Вспоминайте своих предков. Все равно у вас кто-то чего-то где-то там дошло, кто-то, где-то капелька перепал. То есть есть определенные законы, не знаю, там советы, которые тысячелетия прошли. Благодаря этому у нас и выжило, выросло и тяжело. У нас климатические условия, извините, не тот же, не Израиль и не Индия. Поэтому там аюрведа, может быть, и работает. У нас нету. У нас по-другому все работает. И я все, даже приемы и техники тайского массажа, да я вам в бане сделаю все, что угодно. И в бараний рог вас согну. И вам будет в кайф. А это, ну, это на самом деле тайский массаж. Вот, я посмеялась, когда я его так это изучала и практиковала потом дальше. Очень похоже на банные растяжки, которые у нас сделали в России в банях. Вот эти мануальщики, бабушки, дедушки, которые вот правили тело в бане. Вот, в бане. А у нас сейчас тайский массаж вообще просто везде. Заходишь и тебя сразу же в бараний рог скорючует. Тело не готово. Там-то оно в жарком климате, оно все расползает, оно течет. Прямо он пришел и все, и только кондиционер нужно выключить. Потому что буквально не пять минут под кондиционером тело в стрессе и холодом сжимается и у вас уже тайский массаж не получится. Понимаете, в общем. Поэтому тут нужно всегда думать, что у нас здесь на земле. И к чему я все веду, а это вернувшись к меду. А-ля, что мед там что-то погибает. Мед всегда добавляли в чай. Горячий чай. Не кипящая вода, которая налилась. А наливается чай. Немножечко остывает. Или же чайник закипел. Он стоит немного, не знаю, минут пять. Чтобы вот это вот кипение приспустилось температура где-то. Как вот любые у нас термоходы. 90 градусов. И потом туда мед. Когда в теплом варианте вот это вот все пьется, результативность повышается. В пи несколько раз. Или же если вы берете ложку и вы запиваете просто водой, нет того результата, который у вас будет, если вы будете вот это вот делать, как я вам сказала. Поэкспериментируйте на себе, убедитесь. Тогда вы поймите, что не я права. Нет. Наши предки. Я просто вам сказала, как вообще у нас это делается. А вы экспериментируйте. И постарайтесь, как сказать, своим, кто у вас там близкий, друзья, знакомые, донести это. Чтобы действительно было результативно, а не фигня какая-то. И многие даже вообще к меду. Тогда мед ничего не работает. Потому что вы правильно не принимаете это все. Если вы правильно будете принимать, то оно все работает. Три раза в день можно? А? Два-три раза в день, да? Мы пьем потом. Это два раза в день. Два достаточно. Утром и вечером. Да вообще иммунитет хватит.